Число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня с 1969 года, что говорит об устойчивом росте экономики, вышедшей из рецессии, связанной с нехваткой средств и пандемии COVID-19. За неделю, закончившуюся 20 ноября, заявки на получение пособия по безработице подали 199 тысяч человек. Это на 71 тысячу меньше в сравнении с прогнозом, об этом сообщили в Министерстве труда. Это стало рекордно низким показателем, не отмечавшимся в американской экономике с середины ноября 1969 года. Экономисты, опрошенные СМИ, ранее прогнозировали, что заявки на получение безработицы подадут 260 тысяч человек. Количество новых заявок неуклонно снижается с октября, хотя темпы, которыми они сокращались в последние недели, снижаются по мере того, как число заявок начало приближаться к среднему уровню до начала пандемии, около 220 тысяч. Отчет был опубликован досрочно из-за предстоящего в четверг федерального праздника Дня Благодарения. Количество обращений за пособиями упало с рекордных 6 149 тысяч в начале апреля 2020 года до 199 тысяч в конце ноября и сигнализирует об оздоровлении ситуации на рынке труда, хотя острая нехватка рабочей силы, вызванная пандемией, по-прежнему препятствует ускорению роста числа новых рабочих мест. В этом году ежемесячный рост занятости в США составил в среднем 582 тысячи рабочих мест. К концу сентября в стране были открыты 10 миллионов 400 тысяч новых вакансий. Однако численность рабочей силы сократилась на 3 миллиона человек по сравнению с допандемическим уровнем, несмотря на прекращение выплат щедрых федеральных пособий по безработице, открытие школ и повышение зарплат во многих отраслях. Падение количества заявок согласуется с данными о розничных продажах и росте производства, которые свидетельствуют о том, что динамика роста экономики начала восстанавливаться в четвертом квартале после скачков в период с июля по сентябрь, когда летом в США произошли вспышки заражения коронавирусом и возник дефицит в отношении ряда категорий товаров. В отдельном отчете, выпущенном Министерством торговли, было зафиксировано резкое замедление роста экономики в третьем квартале. Волобой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении, сообщило правительство, и это стало самыми низкими темпами экономического роста более чем за год. Однако цифры были немного откорректированы в сторону увеличения по сравнению с темпами роста в 2%, о которых сообщалось в октябре. Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидали, что темпы роста ВВП в третьем квартале увеличатся до 2,2%, во втором квартале экономика выросла на 6,7%. Пересмотр в сторону увеличения отразил более умеренные темпы сокращения товарных запасов, чем это предполагалось первоначально, что компенсировало значительное сокращение потребительских расходов. Однако в октябре потребительские расходы, по-видимому, снова стали набирать обороты, при этом объем розничных продаж в прошлом месяце резко вырос, поскольку американцы начали совершать предпраздничные покупки, чтобы избежать дефицита. Это спровоцировало рост цен на товары, пользующиеся особенно высоким спросом. Президент Байден назвал последние данные, поступившие с американского рынка труда, историческим восстановлением количества рабочих мест. Благодаря плану спасения Америки и кампании по вакцинации, все больше американцев возвращается к работе и у большего числа американцев есть деньги в наличии. Так подчеркнул президент, который добавил, что в первые три квартала 2020 года американская экономика росла более высокими темпами, чем в любой другой год за последние почти 40 лет. На данный момент, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, США являются единственной крупной мировой экономикой, темпы роста которой сейчас превысили до пандемический уровень, подчеркнул президент. У нас впереди еще много работы, прежде чем наша экономика вернется в нормальное русло, включая решение проблемы роста цен, говорится в заявлении Байдена. Вот почему вчера я объявил о шагах, которые моя администрация предпринимает для снижения стоимости бензина для американских семей, и моя администрация по-прежнему сосредоточена на реализации двухпартийного закона об инфраструктуре, который облегчит кризис, происходящий в цепочке поставок по всей экономике. Конец цитаты. Байден добавил, что именно по этой причине так важно, чтобы Сенат принял законопроект восстановить лучше, чем было, build better, вы помните, что это такой план, восстановить лучше, чем было, ну в общем-то посмотрим, как этот план удастся. Мы сейчас знаем о том, что демократы пробуют провести план в 1 триллион 750 миллиардов долларов, республиканцы, и с этой суммой не согласны. До этого было 3,5 триллиона долларов. Так вот, этот план, по мнению ведущих экономистов, сократит расходы для американских семей, не увеличивая ценовое давление. Build best better. Разбирательство состояло в суде города Брансвик. 25-летний Грегори Макмайкл и его 35-летний сын Тревис и их сосед, 52-летний Уильям Брайан, были обвинены в убийстве, нападении при очищающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы и преступном намерении совершить уголовное преступление. С учетом того, что все трое впервые приступили закон, им грозит минимальный срок лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения. Президент Байден тут же сделал заявление после вынесения вердикта присяжных заседателей, назвав убийство Арбери сокрушительным напоминанием, я цитирую, о необходимости продолжения борьбы за расовую справедливость. Ну, ничто не сможет вернуть Ахмада Арбери его семье, заявил Байден, однако сегодняшний приговор гарантирует, что те, кто совершил это ужасное преступление, будут наказаны. Хотя обвинительные приговоры свидетельствуют, что наша система правосудия работает, одного этого недостаточно. Вместо этого мы должны подтвердить свою приверженность построению будущего общества, в котором никто не будет опасаться насилия из-за цвета своей кожи, заявил Байден. «Возглавляемая мной администрация будет продолжать упорно работать над тем, чтобы гарантировать всем американцам равноправное правосудие». Присяжные вынесли вердикт почти после обсуждений, которые длились два дня. В среду утром они попросили еще раз предоставить в их распоряжение два важных доказательства – видео с мобильного телефона, на котором был запечатлен тот момент, когда один из обвиняемых выстрелил в Арбери, и аудиозапись звонка в службу скорой помощи, сделанного Грегом Макмайклом за несколько минут до стрельбы. Макмайкл сообщил оператору о том, что рядом с его домом бежит чернокожий мужчина. Но сам факт того, что 23 февраля 2020 года Трэвис Макмайкл трижды выстрелил из дробовика в Арбери с близкого расстояния в пригороде Атланты, никем не оспаривался. Убийство было запечатлено на видео Уильямом Брайаном и было опубликовано только через два месяца после гибели Арбери. Возмущение как раз вызвал тот факт, что ни один из троих мужчин, замешанных в убийстве, к тому моменту не был арестован. Адвокаты отца и сына Макмайклов утверждали, что убийство было оправдано. По их словам, Арбери пробегал мимо дома семьи Макмайкл в районе, который недавно пережил волну грабежей. Заподозрив афроамериканцев в краже, отец и сын схватили оружие и бросили их в погоню за Арбери на своем пикапе. К ним присоединился Уильям Брайан, у которого не было при себе оружия. Прокуроры заявили, что обвиняемые преследовали афроамериканца, обратившего внимание, совершавшего воскресную дневную пробежку. В течение пяти минут они его преследовали, а затем застрелили его, объяснив это тем, что они заподозрили Арбери в краже. В следующем году все трое обвиняемых предстанут перед Федеральным судом по обвинению в преступлениях, совершенных на почве расовой ненависти. Глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в Конгрессе. Об этом сообщает New York Times. Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями в понедельник, 6 декабря. Он ответит на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете. Ранее в Конгрессе выступал глава соцсети Facebook, которая ранее была переименована в Мэтта, Марк Цукерберг. В октябре этого года в Сенате Конгресса США состоялись первые слушания, темой которых стала безопасность детей в интернете. На них выступала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, которая утверждала, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков в соцсети. Но не принимали мер, чтобы исправить их. По ее мнению, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей. Кроме того, бывшая сотрудница Facebook Софи Джан выразила готовность дать показания перед Конгрессом о действиях технологического гиганта. Она также передала документацию о потенциальных уголовных нарушениях компании в правоохранительные органы США. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности. Сам Цукерберг заявил, что опубликованные бывшими сотрудниками данные о внутренней деятельности в Facebook – это скоординированные попытки по созданию ложного представления о компании. Профессор социологии уголовного права в университете Олд Доминиан Эллен Уокер был уволен после вызвавшей общественную критику книги, предлагавшей дестигматизацию педофилии. Об этом сообщает Washington Post. Уточняется, что общественную дискуссию спровоцировал выход книги Окера под названием «Длинная мрачная тень. Люди, которых привлекают несовершеннолетние и их борьба за достоинство». Люди, которых несовершеннолетние привлекают, а несовершеннолетние оказывают на них такое впечатление, что они становятся педофилами. Вот как надо понимать это название. Как сообщается в аннотации University of California Press, в своей книге автор бросает вызов представлению о том, что все люди, которых привлекают несовершеннолетние – преступники и насильники. Студенты университета и активисты создали онлайн-петицию, призывающую уволить профессора. То есть она оправдывает педофилию. Это книга. «В результате Уокера и администрация университета договорились о прекращении трудовых отношений по соглашению сторон. Это исследование было неверно интерпретировано некоторыми людьми в СМИ и в интернете, отчасти из-за того, что я трансгендер. В результате мне лично и сообществу университетского городка в целом поступали многочисленные угрозы», – заявил Уокер. Ну вот вы видите, теперь мы уже и не можем педофила назвать. Педофилом – это человек, которого привлекают несовершеннолетние. Компания Pfizer подала судебный иск против своей сотрудницы, утверждая, что она совершала кражу конфиденциальных документов, в том числе связанных с вакциной от COVID-19. По утверждению ИССА, сотрудник намеревался перейти на работу к конкуренту Pfizer. Согласно иску, поданному в Федеральный суд Сан-Диего, Чун Ся Ли нарушила условия контракта, без разрешения загрузив более 12 тысяч файлов на свои личные аккаунты и устройства. В числе скачанных материалов были внутренние документы компании, связанные с вакциной Pfizer-BioNTech и отношения Pfizer с германским партнером. Согласно иску, Ли, занимавшая пост помощника директора по статистике, предпринимала активные усилия, чтобы скрыть факт незаконного скачивания документов. Согласно иску, Ли уволилась из Pfizer после 15 лет работы, предположительно, чтобы перейти в фармацевтическую компанию Xencor. Ли не ответила на просьбу о комментарии. Компания Xencor не является ответчиком по этому делу и отказалась комментировать ситуацию. Ну а компания Pfizer заявила, что конкуренты активно пытаются рекрутировать ее сотрудников, особенно в 2021 году. Окружной федеральный судья временно запретил Ли использовать торговые секреты Pfizer. Дамы и господа, время передачи «Стекло». Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.